Поздравить аграриев с профессиональным праздником в Дубасары приехали представители профильного министерства. Они привезли высокие государственные награды и почетные грамоты тем, кто внес свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Благодаря вашему труду не растут цены на грех и продовольство первой необходимости, стабильно выплачиваются налоги, создаются рабочие места в области сельского хозяйства и перевабатывающей промышленности. В этот праздничный день благодарю вас за нелегкий, но очень нужный всем нам труд, за профессионализм, самоотдачу, преданность искренному делу. Сергей Кожухарь посвятил сельскому хозяйству 40 лет, а последние 7 работает агрономом. Сегодня его награждают медалью за трудовую доблесть. Говорит, несмотря на сложные погодные условия, и в сельскохозяйственной фирме удалось собрать хороший урожай зерновых и сделать это быстро. Справились всего за 10 дней. Очень приятно, что наш труд оценен высоко президентом нашей республики. И вообще большое спасибо за поздравления и за оценку нашего труда. Всего же в этом году в Дубасарском районе собрано 25 тысяч тонн зерновых первой группы, почти 6,5 тысяч тонн кукурузы и более 10 тысяч тонн семян подсолнечника. Порадовал и урожай винограда. Собрано почти 20 тысяч тонн, а средняя урожайность достигла небывалых показателей – около 148 центнеров с гектара. Аграриям Дубасарского района непосредственно вносят большой вклад в экономику республики, в животноводстве, в растеневодстве, в виноградовстве, в птицеводстве. Не снижать темпы, развиваться и пожелать им всех благ. В следующем году в Дубасарском районе намерены вплотную заняться овощеводством. Одним из первых пойдет по пути возрождения этой отрасли итальянский фермер. План – есть еще 600 гектаров полив, фрегаты и другие машины. И в одном поле будут овощи. В этом месте нет картошки. Картошки очень мало. Дорогая цена тоже. И почему? Есть хорошая земля. Надо. У нас машины уже есть. Уже в этом году Роберто Гуардигли намерен занять овощами из 60 гектаров земли. Это будет картофель, перец и томаты. Станислав Стоянов, Анжела Каранчук и Виктор Милинчук. Первый Приднестровский телеканал.